всем привет решила все таки снять небольшое видео не так много цветет да и времени честно говоря не хватает но все таки я решила запечатлеть наверное это одна из красавиц и которых я все-таки решила снять показать что сейчас цветет это наверное самый одурманивающий запах орхидеи которых я когда-то слышала одна из первых моих котлей которая росла у меня цвела превосходно я решила что я великий ас что я сейчас разрежу всю котлею подели ее на несколько частей оставлю себе части все будет прекрасно но я долго боролась за ее жизнь она у меня не хотела не расти не цвести тем более но потихонечку понемножечку конечно она в том году она наверное первый раз зацвела я помню ну и в этом году она такую же приличный ростик нарастила и вот расцвела на 5 цветочков еще полностью все не раскрылись но это это просто что-то неимоверное это обалденный это гибрид конечно гибрид называется little mermaid джанет и это гибрид волки и он и и котлея брасанта майка и брасанта майка и это гибрид тоже гибрид бросовой нудоза на баврингиана которая кстати у меня анти баврингиана которая у меня как раз тоже кстати расцвела у нее небольшие цветочки запах у него присутствует ну конечно не такой сильный я думаю конечно что здесь и волкириана и нудоза цветочки не очень крупные не очень крупные но конечно они берут своим ароматом и это губа такая раскрытая обалденная в общем пахнет она пахнет пахнет очень очень прекрасно ну и вода кстати вот и расцвела баврингиана бедная моя мученицы надо привести ее немножечко в порядок я сейчас как раз все еще и плюс к тому что у нас тут происходит небольшая небольшой такой ремонтик можно сказать и еще конечно я пересаживаю все орхидеи которые нуждаются в пересадке поэтому расцвела она таким вот букетиком тоже на 5 цветочков размер кстати самая прекрасная самый прекрасный размер не огромная и не маленькая то есть она ну вот совместила в себе вот баврингиана большая и нудоза поменьше конечно но и получился такой средний размер я бы сказала между ними поэтому все в ней прекрасно красоте распускаются понемножечку и такие цветы у нее если у баврингиана они такие немножечко потоньше структура то у этой конечно от волкириана немножечко поплотнее такая красотка ну как я сказала цветет немного это продолжает цветение понемножечку открывается постепенно постепенно то там то тут радует мои миниатюрные котлейки это очень кстати красивый тоже цветок очень люблю эту котлею из-за ее формы такой вот прямо маленький цветочек так и хочется его назвать не знаю почему очень красивая это раджевил гибрид 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 гибридович такой ну очень очень удачный и когда начинают зацветать конечно зацветает еще что-то упадет начинают зацветать зацветает и цветет выпускает новые ростики и зацветают здесь она выдала таких два маленьких цветочка но они реально конечно маленькие как по мне так лучше пусть будет один но красивый большой и тут еще тоже такая миниатюрка это тоже сохранить из сохранить из аризона и это бреви ой господи бри випеду кулата в общем да прочитала и как сильные 4n но цветочек конечно поменьше но тоже красиво такая губа у него конечно заостренная красивая все они по-своему красивы ну вот это вот реально какой-то вот прям маленький цветочек мне из сказки тут на заднем плане распустился очень на мой взгляд интересный дентрофалин об сирс тоже они было их время цветения все как-то цвели все все вместе и я и всех тоже пересадила извините видео не делала но единственное что я поняла что им нужны горшочки более высокие не такие как для котлей котлеем я предпочитаю низкие и широкие и для все-таки дентрофалинопсисов я решила что им нужны горшочки более высокие ну и в общем я их по пересаживала тоже конечно они пострадали бедная корневая система у них пострадала зимой было холодно и конечно они все бедные несчастные вот на мой взгляд очень красивые такие цветы такая вот нежная белая даже не знаю как показать белая такая тоненькая такая окантовочка и настолько они как-то эффектно красиво смотрятся очень вообще люблю дентрофалинопсис и я пересадила всех надеюсь что никто не погибнет потому что я конечно очень люблю группу этих орхидей очень долго держится цветение такие сзади они светленькие тоже это кстати я уже говорила мне наверное в нашем клубе дали как-то или я выиграла какое-то место заняла в общем дали мне какого-то малыша и вот так вот с малыша с малыша и зацвела на два таких маленьких цветоноса очень красивый такой цвет какой-то сливовый ну красивый необычный и конечно это белая окантовочка очень красиво смотрится надеюсь что они еще раз говорю что они у меня все приживутся потому что конечно корни были в ужасном состоянии в общем подкармливаю сейчас немножечко для корней ну что еще цветет немного цветет сейчас переедем в другую сторону вот в общем еще продолжает цветение дендробиум вун ленг вот на заднем плане наверное сейчас это да это вот мы роем такую ямку конечно мечты сбываются будет у нас небольшой водоем очень жаркие дни сейчас 33 завтра обещаю 36 поэтому будет очень жарко конечно здорово иметь свой небольшой водоемчик ну конечно ну в общем ладно вот так вот он отцветает вот я его тоже пересадила рассадила здесь оказалось еще маленькая детка вот такая вот ну вот в общем а посадила ее отдельно ну и тут конечно смотрю так и корешки я выставила слышу птицы смеются это наши кукобары я не знаю если слышно настолько смешные птицы у них такое прям как будто смеются с тебя выставила в инстаграме тоже у нас здесь реально очень много птиц я кстати наверное прикреплю все-таки в конце видео прикреплю наших птиц которых я тут попугаев которых я могла заснять конечно они летают стаями по 10 по 15 их конечно очень сложно запечатлеть но все-таки парочку я запечатлела диких как аду у нас и белые и черные реально мы живем недалеко мы переехали всего 10-15 минут от нашего старого от нашей старой деревни городка и конечно здесь очень красиво прям как кто-то мне сказал спросил если я живу в заповеднике нет но я конечно очень очень рада так ну и что еще 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 вот моя любимица френч роз она тоже конечно я ее еще не пересаживала потому что она набирает много цветоносов и они все тянутся в ту сторону потому что вот так вот стоит цветение в мою сторону солнышко оттуда и конечно цветоносы все в ту сторону очень красавица очень очень красивая красавицу эту конечно очень многие тоже полюбили в моей коллекции и я надеялась что то все таки что она распространится в общем поближе туда все переправила к вам как говорится в другой на другой континент но знаете я мало о чем в жизни жалею в принципе наверно вообще ни о чем не жалею что я делаю ничего бы не изменила но очень жалко что я переправила в одно время и надеялась что мы будем дружить что наша семья орхидейная будет мы все вместе и потихоньку потихоньку конечно распространилась бы это french rose но так случилось что наши пути дороги разошлись на нашем семейном на нашем орхидейном семейном поприще да ну в общем да к чему я это что я проще вы в общем я в германию отправляла когда-то очень красивый экземпляр наверное было даже там два и и я надеялась что разрастется и попадет постепенно постепенно ну наверное все таки не знаю как получится но конечно мне очень хочется чтобы у всех это было все наслаждались красотой в общем да вот такая вот красотка french rose я знаю что идет уже многие ищут и скажу название может быть кто-то где-то и найдет но я знаю что пока что ее никто нигде не нашел так же как и мою конфетти ну вот такие вот две любимицы в моей коллекции которые полюбились многим и пока что ее невозможно найти это кстати показывая энцикле кахлеата тоже продолжает такие длинные уже цветоносы ну она еще набирает бутончики и конечно очень очень долго цветет наращивает уже новые росты и тут кстати новый ростик уже тоже с чехлом в общем вот такие вот дела ну а сейчас конечно дендрофаленопсис и так понимаю что сменяются на ванды и у меня вот такое вот вандовое царство сейчас это моя одна из первых ванд она очень длинная и я ее кстати вот единственную я ее еще не пересадила а так я по пересаживала все мои ванды тоже очень красивые огромные цветы и они очень очень пахнут обалденно пахнут тоже название это папилио нанда то есть нанда на нанда ванда гибрид с вандой ой господи нанда до ванды террас тоже очень сильно пахнут ну и вот это вот получился конечно очень такой красивый гибрид но красивый и обалденно пахнет ванды немногие пахнут конечно но у этой замечательный такой они цветы распускаются кстати такие какие-то бедные такие как гадки утенок знаете никакие и потом конечно расправляются раскрываются это на третий день полностью цветок открывается и конечно очень красивый становится что еще у меня цветет вот такое вот тоже еще такая красота я не знаю отсвечивая до солнышко но вот я их здесь сейчас все себе собрала и любуюсь у этой цветочки небольшие ну конечно они такой получился цветонос красивый выгибается красивый 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 и это конечно тоже наверное вот все вот которые аренха стали с аренха стилис кайлестис блю ну и вот наверное все вот эти вот голубая форма она все-таки пахнет красивая такая тоже мелкая клеточка но сложно конечно рассмотреть когда цветы крупные конечно то можно но это тоже очень приятно пахнет и вот я сказала что я попересаживала я купила вот такие вот горшочки как-то корни меня немножечко начинают раздражать и я их поселила вот в такой вот сетчатый горшочек нашла и так вот хорошо хорошо корешки туда очень крупная кора поэтому им конечно дышать будет надеюсь что им понравится потому что конечно уже были маленькие горшочки и надо было очень часто их поливать это очередная малышка еще одна вандовое царство она у меня цветет второй раз совсем с малыша вот видите вот когда конечно корешкам не хватает влаги она такая прям вот бедная хочет хочет вот пить вот нужно ей вот пить и пить ну конечно брызгать я брызгаю но смачиваю и пытаюсь поить но когда конечно корешки заправлены и мне кажется больше нравится эту ванночку я тоже с малышки выращиваю кто со мной давно те знают и она расцвела у меня не по такое вот у нее было название но это не она сиреневая но так вот она у меня это бирочка и тут и лежит чтобы я знала что это не она в общем красивая тоже такое какое-то малиново-красного красный оттенок очень красивая небольшая такая маленькая и уже конечно цветет такой красивый цветоносик эту кстати я не показывала клеистома она у меня отцветает уже все я как я ее не показывала я не знаю я еще называют орхидею только куточки у нее такие когда цветоносики цветочки открываются они похожи как на уточек а а потом какие-то такие инопланетяне прям сидят внутри цветочка что же она не фокусирует ну в общем не хочется но быть сегодня звездой экрана конечно она уже отцвела может быть поэтому и не хочет ну а это еще одна красотка тоже малышка здорово когда ты выращиваешь с маленького и получаешь результат совсем небольшая вандачка и цветет тоже вот второй раз название сфокусируем вот такое вот название култана флэйм култаны култаны разные есть они немножечко потемнее есть ну вот у этой цветы такие не очень крупные может быть из-за того что еще растение не крупная может быть когда ванночка подрастет и цветы будут больше ну они уже кстати открылись наверное неделю точно поэтому они уже не увеличится в размере но красивый тоже очень красиво видно что тут сандериана побывала до клеточка такая на нижних лепестках очень интересная красивый тоже цвет не хватает времени сейчас разглядывать всех моих красавиц я еще себе нашла занятия ну уже наверное как все поняли что мне чтоб скучно не было вернее не скучно не было не вечно хочется чем-то заниматься я себе накупила опять фласки это мы переехали в мою теплицу путешественники мои путешествуем со мной да это еще одна распускается ванночка я думаю зайду посмотрю но она очень медленно раскрывает цветочки они маленькие но они такие нежные очень красивая форма и вот я у которых были корни по длине я их пересадила в такие вот горшочки нашла в нашем магазине ну в общем у кого были пошире корешки я в такие вот круглые горшочки пересадила у которых по длине и поменьше я пересадила вот в такие вот маленькие цветочки конечно очень тоже маленькая такая ванночка поэтому в общем заняться есть чем да ну вот вот так вот выглядит мой детский сад это я себе накупила детского сада что меня заинтересовало вот я себе вот такое вот язык ломать не буду очень мне понравилось цветение ну вот им уже наверное недели две и они себя чувствуют довольно таки неплохо поэтому посмотрим как это это вот я вот себе выбрала такие две самые большие и вот посадила на блок ну а это все посмотрим как пойдет это если купила знаете что хороэл ретро калу мои что-то не очень в таком как-то в приглядном состоянии ну в общем вроде неплохо себя чувствует но я решила им подсадить еще по пару деток поэтому ну в общем есть у меня чем заняться вот так вот выглядит мой еще мои ванночки вроде бы всем пока что нравится посмотрим ну вот такой вот небольшой обзор хватит да наверно тут вот еще что-то зацветает ну в общем нравится конечно когда солнышко знаю что кто-то очень любит со мной гулять ну время конечно ограничено к сожалению поэтому ну вот еще кстати чуть не пропустила до напоследок закончила такой вот красавицы мельтония спектабелис это красотка он привет дружок прятался там сидел в цветочке маленький паучок она только распускается еще не набрала полностью конечно свою форму ну уже видно что конечно губа не такая узкая как у меня была раньше если кто со мной давно кто в общем не знает у меня была уже более конечно огромная мектар мельтония спектабелис и мне пришлось от нее избавиться потому что цветы конечно не были настолько красивые губа не было настолько круглая красивая и конечно я заменила свое растение на вот более новое и вот как вы видите она выдала новые ростики из каждого ростика она раз два три тут вот новые маленькие вообще четыре пять тут шестой бедный такой ну в общем она процвела мне то есть классная классная уроженка бразилии венецуэлы очень мне нравится это мельтония там у меня кстати на заднем плане тоже первый раз я даже не знаю что это будет марилиана тоже мельтония никогда у меня не цвела мне когда-то отдали и таким несчастным маленьким кусочком не хотел ее старый хозяин выращивать и вот она мне никогда не цвела но в этом году набирает бутоны посмотрим не знаю что это будет но пока что я радуюсь вот этой вот красавицы очень красивая нежная цвет обалденный запах мне напоминает кувшинки если кто знает красавица тут вот я повернула свою голову и поняла что моя трешиа и кто-то ее очень любит и кто-то ее очень так вот постепенно постепенно кушает ну ладно надо выйти вечером с фонариком посмотреть еще набирают три цветочка как здорово понравилось значит ему у меня второй раз за этот сезон цветет да тут увидят наверное любители фаленопсисов ну она у меня умирала умирала полностью в горшке не помню откуда она у меня или я от кого-то ее взяла и вот я ее просто вот так вот прикрутила и листики начали конечно понемножечку отходить туда же новый листик пошел корешок ну в общем конечно фаленопсисы на мой взгляд очень легкие орхидеи поэтому я ну не очень много могу о них рассказывать поэтому ну вот так вот в таком плачевном состоянии она даже прижилась и начинают расти к сожалению видовые орхидеи и очень многие так не так не растут так легко как фаленопсис и поэтому поэтому такие вот дела ну в общем надеюсь встретимся скоро мы кстати в следующую пятницу едем у нас опять будет называется интернациональная выставка наша с нашим клубом не знаю получится у меня снять или не получится будет очень много продавцов с других стран вроде бы как ну посмотрим есть у меня на канале предыдущее наше видео а там конечно обалденно там рулили специозом и было просто целый бал аромат стоял неимоверный ну в общем буду с вами прощаться наконец-то да всем пока пока мирного неба над головой и любви всем пока а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok